Привет! Беларуси сейчас очень больно, и я надеюсь, что она поскорее поправится. Очень много боли в инфопространстве, поэтому давайте расскажем, что в мире происходит хорошего. Или интересного, например, по космическим меркам. Потому что народ озадачен вопросом, жахнет ли звезда Бетельгейса сверхновую, или же потерпит. А дело в том, что на рубеже 2019 и 2020 светимость звезды как бы достаточно изрядно менялась, а затем все вернулось в норму. Поэтому как бы весь этот вопрос несколько интрига, и об этом стали чаще говорить. И сейчас вот появилась инфа, что предположительно все дело в выбросе плазмы. И причем просто аномально огромном невообразимом выбросе плазмы. Теряя плазму 30 миллионов раз быстрее, чем наше солнце. Все это дело собралось в кучку, остыло и экранировало свет от телескопов. Вот наглядная творческая показательная картинка того, как это могло бы выглядеть. Так что всех этих предположений о том, что при взрыве сверхновой будет ночью ярко, окей днем, пока рановато ждать. Или зачем такой выброс плазмы был? Ладно, еще одна космическая история, но уже где-то поближе. В нашей Солнечной системе. Потому что спешу сообщить, что теперь в нашей Солнечной системе новый крупнейший ударный кратер в нашей Солнечной системе. Вот. Раньше им был, если, конечно, все подтвердится, кратер марсианской равнины Утопия диаметром около 3300 километров. А теперь на Ганимеде, спутнике Юпитер, к слову, крупнейшем спутнике в Солнечной системе. Пора почитывать, сколько раз я говорю Солнечную систему. Так вот, обнаружены следы кратера 7800 километров в диаметре. Да что ж по нему такое шарахнуло? Или сделало пиу-пиу-пиу-пиу, как в фильмах про далекую-далекую галактику? Ладно. Зонды, Вояджер и Галилео дали инфу, которую вовсю изучают. И ученые обратили свое пристальное внимание на рассеянные борозды по поверхности Ганимеда. И дело в том, что они кольцевые. И такие же, похоже, отметимые находили вокруг других кратеров. И там на Земле, и на других спутниках Юпитера. И ученые предполагают, что это мог быть астероид. Громадина, 150 километров в диаметре, 20 километров в секунду. Вот такая огромная штука. К слову, Ганимед, который спутник, он больше, чем Меркурий, который планета. А меня зовут Елена Рассохина, и я хочу поделиться с вами мыслями по поводу некоторых странных и не очень событий этих дней. Вот. Или даже недель, потому что мы с вами давненько не виделись. А спонсор этого выпуска кэшбэк сервис Letyshops. Раньше у них был небольшой, но ребята придумали, как делать кэшбэк в несколько раз больше. И назвали услугу горящим кэшбэком. Что напоминает горящие путевки, которые быстро разбирают. Так и здесь. Кэшбэк достигает до 30% и больше, и количество активаций ограничено. Например, сейчас действует горящий кэшбэк на Алиэкспресс, и вместо обычного до 5%, сейчас до 25%. И чтобы активировать и вернуть горящий кэшбэк, выберите товар, который интересует. Зайдите на главную страницу Letyshops и найдете в самом верху горящие предложения. Они выделены красной рамкой. Нажимаете на иконку с магазином, и кэшбэк активирован. Обратите внимание, там таймер на то, сколько действует горящий кэшбэк. Ну а после активации переходите в магазин с Letyshops и покупаете, чего собирались. С Letyshops сотрудничает аж 2400 магазинов, поэтому предложения с горящим кэшбэком обновляются каждый день. Так что, если охотитесь за определенными акциями, заглядывайте каждый день и проверяйте, какие предложения доступны. Поэтому, если интересно, стоит поспешить активировать. Ссылка в описании. А теперь к остальным новостям и историям, например, про фантастику. Научную фантастику и фантастику просто. Big Finish Production совместно с BBC объявили о возвращении Кристофера Экклстона к роли девятого доктора Кто. И я тут сразу так порадовалась. И, кстати, как выяснилось, немножечко рано, потому что речь идет о 12 фантастических полнометражных аудиоприключений во времени и пространстве. И ждать их следует в мае 2021 года. И хоть это явно фантастика... И не только потому, что доктор Кто, все это меня явно обойдет, так как я и сериал это не все смотрю, а аудиоштуки без визуала... Ну, конечно, все равно интересно звучит, но я вряд ли до них доберусь. Хотя это тоже не точно. Кто знает, чем мы будем все заниматься в мае 2021. Но, в любом случае, я была очень рада услышать снова правильную заставку доктора. Так вот, те, кто смотрел, возможно, поймут, что я имею в виду, что в какой-то момент, я не помню, начиная с какого доктора, в заставке вот это, ууууу, поменялось. И, ну, мне нравилось это. А зато сейчас будут совсем не новости, потому что трейлер Stalker 2, точнее сам его факт появления, он как бы 23 июля И как бы это вообще не новость, потому что это в принципе облетело, по-моему, все более-менее заинтересованные сообщества Так вот, его выход на YouTube-канале Xbox обнадеживает Не то, чтобы у меня был Xbox или какая-нибудь другая консолька, но вдруг когда-нибудь на ПК выйдет Однажды Но сперва я все-таки думаю, что мне стоит пройти всю серию самой, так как до этого я ее видела в основном сбоку И пугалась всех этих челов, которые появляются из ниоткуда, такие, ну, знаете о ком я Ладно, несмотря на вероятность того, что рано или поздно я на них набреду, я думаю, переменно буду играть, наверное, скорее всего в тени Чернобыля Потому что у меня уже куплено на стримах Вот, кстати, все welcome, особенно все с хорошим поведением welcome И пока акулы кусают интернет, я расскажу вам про шазам для пауков И это для рахнофобов, наверное, звучит немного напряженно Ведь австралийцы разработали апку, которая поможет вам определить, что это за паучандры пред вашими очами Ядовит, не ядовит Полезная вещь В Австралии можно, наверное, немножко похихикать с того, что где-то в Австралии живут страшные пауки Их много разных Вот эти, вот эти, и эти Я даже хотела здесь сначала показать настоящих пауков, но потом я решила, что вдруг и вправду смотрят арахнофобы Так что вот вам игрушечные пауки Я понимаю, что ситуация не сильно меняет, но как бы вдруг люди забыли, как выглядят пауки Ладно, все мы не арахнофобы, пока паук не прыгнул на нас Знаете, этот прыжок паука на нас Или обладатели длинных волос меня поймут, когда этот паук не запутался в этих самых волосах И ты такой Короче, да, пауки В общем, апка именуется Критерпедия, и, естественно, она не Шазам Это слово используют новостные порталы для понятного и чего уж стоит красного словца, который легко углится Но апка работает не со звуком, а с фотографиями Чтобы австралийцы, изучая дикую природу, почувствовали себя настоящим в знатоком живности, как Николай Дроздов Кстати, речь идет также и про змей, не только про пауков И здесь вот есть вот какой момент Потому что в моих широтах ты издалека смотришь Нет ли у змеи желтых пятнышек Или не медянка ли она, а уже потом принимаешь решение глипетывать И как бы здесь не до фоток Хотя в Австралии, конечно, ситуация, наверное, немножко другая Потому что змеи и пауки там встречаются не только в лесу Так что приложуху разработали Ника Мюры с корсами Совместно с австралийским национальным научным агентством СТИРО А еще используются не только фотки, но и GPS-инфа И чтобы работало хорошо, надо много исходников Поэтому надеяться, что приложухы будут пользоваться активно И, надеюсь, не в моих широтах Ладно, давненько не было историй про воришек Тем более хитрых Таких, знаете, прям с подходом Я бы даже сказала хитрозадничных Вот, например, этот мужик отличился тем, что проворачивал свои незаконные делишки в маске И не в маске бандита, а в маске человека Пам-пам-пам Значит, рецепт преступления такой Силиконовая маска Лжеводительское удостоверение И личная инфа, полученная из интернета Так что же задумала эта хитрая задница? И как собрала башню преступлений из кубиков своих преступных приготовлений? Джон Калетти, 55 лет от роду Выбирал себе цель Находил данные И при помощи упомянутых лжедокументов Обчищал банковские аккаунты в киоск самообслуживания казино Там надо вводить еще 4 цифры из номера соцстраховки или телефона И каждый пострадавший был в вип-программе Global Payments Те, кстати, уведомили клиентов и помогали следствию Так вот, к преступнику Всего между 26 апреля и 23 мая 2019 года Он утащил почти 100 тысяч долларов И самое занятное, что подходил всем прям творчески И крал силиконовые маски В маске старого деда А также в шляпе, очечьях и прочих атрибутах И когда он снял жирненькую сумму в 20к Секьюрис попросили его немножечко данных И мужик такой Ну, мне нужно отлучиться там в туалет Вот, и вышел оттуда с заметной, так сказать, выпуклостью впереди штанов Оставив маску и прочие дедовские аксессуары Ключи от Nissan 11 тысяч денег И водительские удостоверения в туалете Но дядька все равно поймали А затем полиция обнаружила такую маску в соседнем казино А в его арендованной машине нашли 83 водительских удостоверения 14 карточек страхования 19 карточек игрока разных казино 2 ID-карты работника Binghamton University И 1 карточку социального обеспечения Под псевдонимом На его флешках тоже куча инфы была Ну, там, классика От информации о биографических данных Огромного количества людей Ну, там, их всяких номеров Там, какие у них зарплаты Когда, там И до пособий, как подделывать деньги И делать преступления Ну, разгулялся чувак, да? Обвиняют, естественно, в мошенничестве Еще много чем И просто теперь у вас есть инфа Про такого мужика Так сказать, внимание Спасибо за внимание К следующей кулстори Внезапно или не очень Но год спустя после съемок Вышел, точнее так, клип про викингов С кавером песни If I had a heart От группы Steel Mustang И то, что на дракаре Я все-таки тоже покаталась Осталось за кадром Хотя привет не новостям Я оттуда передавала Ну, год назад, если вы, конечно, помните Усилий времени и прочего Было вложено немало И много из этого усилиями энтузиастов В общем, поглядите сами Ссылочка, как всегда, в описании под видео И, если честно, я очень прям волновалась Первое время Чуть не дежурила в комментах Так как очень волновалась От самого факта Что работа опубликована Так что, если вам понравится То nice Мы снимали, кстати, в Синевиле Это киногородок в Латвии А еще на дракаре Индрике И все в других классных местах А пока, кстати, снимали Сцену драки с Ярвелом Там есть драка Вот Мы, честно говоря, еще залепили Друг другу по-настоящему Так что вот А еще недавно я снялась В еще одном клипе И в самой настоящей короткометражке И я, если честно, очень В большом воодушевлении От всех этих новых вещей Я надеюсь, что мне хватит Заряда на новые штуки На неновости И, в принципе, где-то здесь Мне ночью пришла бысль Были бы против Или рады Если бы вдруг На неновостях Стали бы иногда Расправляться выпуски Какими-нибудь Блогами Ну, или чем-то вроде Ладно, к следующей истории Ооо, кто забирает Лаптоп и лесных хрюшек Голый мужик Кто догоняет Ноготы, не стесняясь Голый мужик А теперь о том, что случилось Хотя спойлер уже был В Германии Челови любят Загорать озеро Тюфелси Тюфелси У некого озера в Берлине В естественном виде А фауна в лице Тех же лесных кабанов Любят выбираться Куда-нибудь И искать пищу пропитания Ну и таким образом Появились эти несколько фоток Которые, я надеюсь Кира нам даже оцензурит И будет бьютифл Ставьте лайк Если получилось бьютифл В общем, кабаны вышли из леса Съели чью-то пиццу И решили унести с собой Как бы желтый кулек Ну это нормально Абсолютно действие А хозяин кулька Осознав, что они В общем-то уносят его лаптоп В этом самом желтом кульке Не согласился с происходящим И бросился в погоню Под одобрение окружающих В костюме Адама Ну, в костюме для загорания На Лудитском пляже Целью он добился Аплодисментов тоже А одна дама сделала Об истории пост в инсте Собственно, помимо того Что это дилюта угарна Как отметили в комментах Дюжа похожа на картины Эпохи Ренессанса Особенно вот это Ну, то есть вот это Ну и, конечно, немного На картинке страдающего Средневековья Где они их только вытаскивают Например, про зайца Ну и да Какую мудрость мы можем Почерпнуть из этой истории Важно быть сосредоточенным На своей цели И вы добьетесь успеха А с вами была Елена Рассохина Отдельное спасибо Всем подписчикам Неновости Плюс Особенно вот этим ребятам И мистеру Ховяку И до Юри Ссылки на кэшбэк и прочее В описании под видео Там же на клип Твич и другие радости Добра!